Александр Лукашенко в очередной раз прибыл в Китай. В Пекине белорусский лидер бывает едва ли не чаще, чем в Москве. Это путешествие в Поднебесную стало уже десятым визитом Лукашенко. Ранее на пресс-конференции для китайских журналистов в Минске президент Беларуси назвал 2017 год переломным в двухсторонних отношениях. Что ожидает Минск от Пекина и наоборот, выяснил наш корреспондент в Минске Юрий Тоболин. Семья Цзинпинов встречает гостей как старых приятелей, а журналисты гадают, что же внутри зеленой шкатулки, которую супруге китайского лидера преподнес Николай Лукашенко. На пекинском саммите «Один пояс, один путь» Лукашенко призывает мир сплотиться ради общего светлого будущего. Поехал за деньгами, резюмировала цель визита белорусская оппозиция. В чем-то оппоненты белорусского президента оказались правы. Из Пекина делегация действительно привезет несколько миллиардов долларов инвестиций. Аналитики отмечают, белорусский президент все чаще называет Китай братским. А недавно он и вовсе поставил отношения с Поднебесной выше сотрудничества с Россией, как минимум в некоторых областях экономики. Все страны всегда получают определенные кредиты международных организаций или от каких-то государств. Я должен сказать, что Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место. На первом месте Китайская Народная Республика. Она предоставила нам порядка 15 миллиардов долларов кредитную линию. Мы ее не выбрали до сих пор под проекты, реализуемые в Беларуси. И самое главное, они нас не упрекают в том, что они нам помогают. За этим заявлением последовали сообщения Белорусского министерства сельского хозяйства о готовности Китая инвестировать в агропром страны миллиард долларов. Одновременно российские разорные органы ввели усиленный контроль за продукцией девяти белорусских молочных комбинатов. Так что многие задались вопросом, а не хочет ли Минск заменить Москву Пекином? Тем более, что после ареста в Минске директора «Уралкалия» российский бизнес опасается вкладывать деньги в Беларусь. Китай, похоже, ничего не смущает. Мы долго работали в Беларуси, хорошо работали и реализовали несколько проектов на территории Беларуси, в том числе по строительству трех цементных линий и в будущем продолжим реализацию проекта по производству легковых автомобилей. Впрочем, далеко не все в Беларуси разделяют оптимизм на тему сотрудничества с Китаем. Маленькая постсоветская страна, переживающая сейчас не лучшие времена, никак не влияет на экономику одной из мощнейших держав планеты. Для Пекина сотрудничество с Беларусью значит столько же, сколько тысячи других проектов. Предыдущие китайские инвестиции были связаны исключительно с так называемыми связанными кредитами. То есть, когда на деньги с Китая можно было покупать практически исключительно китайское оборудование, китайскую продукцию и использовать труд китайских подрядчиков. Хотя за 25 лет дипломатических отношений и взаимный товарооборот двух стран вырос почти в 100 раз, сальдо для Беларуси так и не сложилось положительным. То есть, покупает Минск больше, чем продает. И все же специалисты говорят, может для Китая это и мелочи, но для Беларуси новые совместные с Поднебесной проекты – чудесная возможность разнообразить рынок сбыта и добиться относительной экономической независимости. Если Китай выполнит обещание и начнет скупать белорусские молоко и мясо, то с легкостью поглотит значительную часть продукции, ориентированной сейчас на соседа. С точки зрения текущей ситуации отношения между Минском и Москвой практически ничего не угрожает. Ведь 95% экспорта белорусского продовольствия идет именно в Россию. Но в этом и стратегическая зависимость белорусской экономики, которая не мешала бы избавиться от этой полной зависимости. Именно в данной связи развитие сотрудничества между Минском и Пекином может стать новым козырем в непростой белорусско-российской экономической игре. Юрий Тоболин и Константин Неконоров, RTVI, Минск.